Вот эта стена, она отклоняется немножко. По заключению на 12 сантиметров она отходит от оси здания. И таких отклонений от нормы в детской школе искусств номер два в Дагомысе немало. Вот так обсыпается штукатурка и отходит от полупокрытия не потому, что за школой никто не следит. Косметический ремонт здесь сделали буквально год назад. А вот капитального школа не видела никогда. Сюда учреждение культуры заселилось в 70-м. А вот само здание было построено почти век назад. Основание здания, первый этаж, это бывшая царская конюшня. Поблизости с нами, можно посмотреть по карте, расположен дом управляющего царским имением графа Успенского. Соответственно, вот на этом месте располагалась конюшня. Одна из основных проблем школы сегодня – это сырость и, как следствие, грибок, который просто разъедает стены и пол. Нездоровый запах мешает ученикам и педагогам полноценно вести занятия. И это еще полбеды. Вкладки стен, трещины, деревянные конструкции, перекрытие второго этажа и лестничной клетки находятся в недопустимом состоянии. Это заключение экспертизы. Первый этаж в ограниченном работоспособном состоянии. То есть имеются некоторые трещины, но, тем не менее, угрозы жизни для пребывания на первом этаже нет. В отличие от второго этажа и лестницы. Судьбу школы искусств обсуждали на специальном совещании. Его собрал глава Сочи Анатолий Пахомов. На разговор мэр курорта пригласил руководителей профильных управлений администрации и предпринимателей, которые согласились внести свой вклад в социальную сферу города. Будет проведен капитальный ремонт этой школы с усилением и изменением второго этажа. То есть второй этаж снесем, сверху поставим облегченные конструкции. Глава Сочи отметил, школа в Дагомесе – это важнейшее учреждение культуры для большого поселка. Сегодня здесь на трёх отделениях – музыкальном, хореографическом и художественном – занимаются 450 детей. На большой ремонт очень рассчитывают и родители будущих художников, танцоров и музыкантов. Школа чем ещё очень-очень сильно важна? Она является единственной на протяжении 25 километров от перевала Мамайского и до Вардоне. Мы понимаем, что выделены средства на ремонт здания. Мы очень надеемся, что будет произведён качественный ремонт, потому что никак недопустимо совершенно, чтобы школа утратила своё существование. Вторая школа искусств не только не утратит существование, а получит вторую полноценную жизнь, уверяют в администрации. За партой обновлённой школы дети должны сесть не позже 1 октября. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ